Экономика всюду. Минэнерго подготовила проект, согласно которому граждане, владеющие ветряными и солнечными электростанциями мощностью до 15 кВт, смогут продавать излишки энергии и даже не будут платить за это налоги. Предлагается ввести в российское законодательство понятия и критерии объекта микрогенерации, продумать коммерческий учет объемов энергии. Собственно, никто не против, законопроект дорабатывается. Но самые ветреные места в Хабаровском крае, там же, где самые холодные. На первом месте Чумикан, со скоростью ветра в самые холодные месяцы до 9 метров в секунду. На втором месте село Байдуково, это Амурский лиман. Там располагается отделение рыболовецкой артели Пуим. На третьем месте Хабаровск, затем Охотск и Комсомольск на Амуре. Полный комплект ветроэлектростанции состоит из ветрогенератора, мачты, аккумуляторов, контроллера заряда аккумуляторов и инвертора на 220 вольт. Выходит от 800 тысяч рублей. При среднем счете за электроэнергию в 700 рублей, окупаемость несколько лет. И вот тут главное, чтобы ничего не поломалось. В наших условиях пока возобновляемые источники энергии дороже традиционных. Сколько вам нужно денег в день, чтобы жить нормальной жизнью? Опрос проведен на просторах интернета. Отвечали люди из самых разных регионов. В итоге большинство, оказывается, для нормальной жизни нужно не менее 3 тысяч рублей в день. Так ответили 49% опрошенных. Еще 24% нормально себя чувствуют суммой на день от полутора до трех тысяч. И еще 12% уложились бы в пределах тысячи. Ну а как рассчитать сегодня на бюджет, мы уже как-то с вами обсуждали. Сложить все доходы. Это зарплата, фриланс, деньги от родителей, от сдачи в аренду имущества, ну и тому подобное. Из этой суммы вычесть обязательные расходы, кварплату, аренду жилья, транспорт. Не забыть про сумму, которую вы откладываете. И оставшееся разделить на количество дней в месяце. Экономика это интересно? Следи, мы участвуем.